Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Что нужно знать о проведении капремонта? Как проконтролировать качество проведенных работ и что зависит от самих жильцов? Об этом говорим сегодня в нашей студии председатель ТОС Мичуринский Ленинского района Елена Большакова и председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты губернии и руководитель регионального центра общественного контроля Виктор Часовских. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Елена Валентиновна, Виктор Иванович. Добрый вечер. Но хотелось бы начать все-таки с общей ситуации, как она сегодня складывается в регионе, все, что связано с капремонтом позитивно, нейтрально, негативно. Вот ваша оценка как эксперта. Ну, если говорить в целом, то подвижки есть и большие подвижки, вот в плане того, что как пошел капитальный ремонт. Если раньше было чисто негативное отношение к этой системе капитального ремонта, то на сегодня это более уже, будем говорить, нейтрально, а то и положительное пошло. Я думаю, что те тысячи с лишним домов, которые в прошлом году сделали, хорошо, плохо, да, различные есть варианты, да, но, тем не менее, процесс пошел. Самое главное, вот этот процесс запущен. Понятно, что, как в любом процессе, есть издержки. Ну, я думаю, они решаемы вполне, да. Кстати, совсем недавно к нам приезжал замминистра строительства ЖКХ России Андрей Чебис, и он оценил реализацию программы в Самаре. Он оценил положительно. Положительно, да. Давайте посмотрим сюжет и дальше продолжим разговор. Кованые балкончики, лаконичная лепнина, небесный оттенок стен. Домик будто с картинки. Столь сияющий облик он приобрел совсем недавно по программе капитального ремонта. Еще пару лет назад дом 1954 года постройки на Чапаевской сам на себя похож не был, рассказывает жительница Людмила Пронина. Они всю стену обрабатывали. Потом обрабатывали какой-то раствор, клали. На этот раствор клали сетку необычную. Есть в Самаре и инициативные жители, которые ремонт дома взяли в свои руки. Председатель ТСЖ с гордостью показывает дизайнерские изыски подъездов. Каждый этаж яркими цветами и корабликами украсили профессиональные художники. По цене, как за малярные работы. Деньги на капремонт жители собирают на отдельный счет и тратят по мере необходимости. Секлозно переварили, крышу сделали, полипропилен на горячую в холодную воду поставили. Настоящие кулибины соорудили в подъезде портативный пандус. О своих наработках и рационализаторских идеях рассказали заместителю министра строительства и ЖКХ России Андрею Чибису. Это еще раз показывает, что у нас много добросовестных собственников, у нас много добросовестных людей, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые делают наши дома удобнее, безопаснее. Ну и вот эти все инновации, они позволяют экономить на наших квитанциях. Есть у активистов цель повесить на фасад табличку дом образцового содержания. Андрей Чибис предложил проработать с банками возможность предоставить жителям этого дома льготный кредит на дальнейший ремонт. Итак, тема сегодняшнего эфира «Капитальный ремонт». Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. А я хочу поинтересоваться у Елены Валентиновны, с чего вообще начинается капремонт в доме? С чего и с кого? Как к этому нужно готовиться или не нужно? Конечно нужно. «Капремонт» начинается с жителей. В доме должны быть эффективные собственники, о которых мы много говорим. В доме должен быть обязательно избран совет дома, должен быть председатель совета дома. Люди должны быть авторитетные, уважаемые. Готовится дом к капремонту в составлении дефектной ведомости. Ну, я могу рассказать о практике работы нашего ТОСа. Мне проще об этом говорить. Конечно. Потому что у нас есть опыт, и очень большой уже опыт. Мы составляем дефектные ведомости обязательно вместе с советом дома, вместе с председателем совета дома. А вот для начала дефектная ведомость – это что? Выявление дефектов? Да, это весь перечень работ, которые необходимо сделать в доме. И тут мы обсуждаем каждый этап, какие материалы пойдут. В общем, все полностью, большой объем работ. Потом эта дефектная ведомость не знакомятся все жители. Она подписывается, составляется, сдается в фонд. Дальше уже идет работа по осмечиванию. Составляется смета. Смета передается опять на согласование с жителем. Тут ничего страшного нет. Люди, которые принимали участие в составлении дефектной ведомости, которые уже знают, что в доме нужно делать, они уже без страха к этому подходят. Они уже видят эту смету как рабочий документ, утверждают смету. Дальше эта смета утверждает, кстати сказать, должны быть собраны подписи всех собственников. Ну, большего числа, там, две трети голосов. Вот. Дальше эта смета сдается в фонд капитального ремонта. И в течение месяца дом выставляется на торги. Вот торги – тоже интересный момент. Когда в самом начале, когда еще фонд капитального ремонта начинал свою работу, по инициативе нашей коллегии, председателя Совета ФМКД, который у нас в ТОСе существует, мы внесли предложение, чтобы собственники принимали участие в торгах. И это предложение тогда прошло. Сейчас представитель собственника имеет право принимать участие в торгах. Поэтому тут все этапы, они прозрачные для собственника. Главное, чтобы сами собственники участвовали. Главное, чтобы они сами хотели. Да. Ну, у нас уже есть опыт работы и есть очень богатый опыт контроля. Давайте тогда... Да, вторая тема контроля, да. Это контроль. Мы с ней, конечно, обязательно вернемся. Это очень важно. Но подготовка дома к капремонту – это тоже очень важный такой этап. Жители должны, во-первых, иметь понимание о том, что будут делать в их доме. Что это не так просто, что это работа очень серьезная, что придется где-то портить их интерьер, естественно. Да, вот это важный вопрос. Вот сразу хочу уточнить. Если вот человек, владелец, собственник жилья только что сделал ремонт и сказал, что мы вам тут трубы, вот в связи с капитальным ремонтом сейчас и вот тут и на кухне, и тут, и тут. И он скажет, да ну вас. И закрой дверь перед... Вот это есть право такое у человека не пустить в свой дом, недавно отремонтированный, работников, которые проводят капитальный ремонт, меняют трубы там, допустим. Или нет? Я с таким не сталкивалась. Я так думаю, что общедомовое имущество все обязаны пустить, обеспечить доступ к общедомовому имуществу. Иначе мы не увидим желаемого эффекта от такого ремонта. Ну, представляете, если мы меняем на полипропилен, который сейчас, в общем-то, идет как самый ходовой материал, где-то стоят другие трубы, где-то другой диаметр. Ну, как потом будет работать вся эта система? Вот мы сейчас прошли, у нас в нашем Мичуринском микрорайоне уже несколько домов прошли капремонт. У нас открывали квартиры все. У нас таких случаев не было. Это ваше заслуга тоже, наверное, потому что... Это просто повезло. Да, это повезло. Я в случае знаю, когда вот действительно человек сделал ремонт и не пустил. Таких случаев достаточно много. Достаточно много, когда люди действительно не пускают квартиру. А нужно с них брать какие-то вот расписки, что вот я не пустил и поэтому я беру на себя ответить. В данном случае, да, просто говорят, уважаемые, не хочешь, чтобы поменяли тебе стояки? Пиши расписку, что если что-то случится, отвечать будешь ты. Все. Тогда вопрос снимается, да. Кто-то пускает, а кто-то принципиально говорит нет. Ну нет, так нет, отвечай. Что случится, будешь отвечать по полной программе. Да, понятно. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Звоните, еще есть время, 202-11-22. Вопрос. Когда отменят плату за капремонт для лет старше 80 лет? Значит, отменить никто плату за взносно-капитальный ремонт не будет. Значит, единственное, что вот те поправки, которые приняты в жилищный код, и сейчас они принимаются законом Самарской области, они предусматривают компенсацию за взносы на капитальный ремонт. То есть смысл в чем? Собственник, одиноко проживающий, являющийся собственником, он получает льготу. То есть в виде компенсации на оплату этого взноса. 70 лет – это 50%, 80 лет – это 100%. То есть им также будут приходить квитанции, 100%. Эту квитанцию они оплачивают. И только после того, как оплата произошла, им пойдет возврат денег вместе с пенсией, будет возвращаться. Но это еще не принято, я хочу уточнить. Значит, это будет буквально, буквально вот на днях это будет принято, так что это… Но самое главное не в этом. Оно может быть принято в мае, в июне, в июле, неважно. Перерасчет будет делаться с 1 января 2016 года. То есть не стоит волноваться. Очень хорошая новость. И второе, второе, то, что этот перерасчет будет автоматически делаться. Не надо будет никуда ходить с какими-то документами, прочее. Фонд капитального ремонта сейчас и соцзащита сверяют базой, чтобы можно было. Здесь вот по этому моменту еще один вопрос хотелось бы людям сказать. Почему? Потому что вот все понимают, 50% и 100%, да? Если я, допустим, заплатил взнос на капитальный ремонт 300 рублей, мне 300 рублей вернут. Не так. Почему? Потому что есть региональный стандарт площади. Вот с какой площади эта льгота действует. То есть одиноко проживающий человек, у него стандарт площади 33 квадратных метра. То есть вот с этих 33 квадратных метров идет расчет. Если у него, допустим, квартира 50 метров, то вот эти 17 метров он будет оплачивать в полном объеме. Вот это вот тоже людям надо знать, потому что получат они перерасчет и скажут, что-то не так. Чтобы были в курсе этого. Расчет с 33 квадратных метров. Да, двое 42 метра, трое по 18 квадратных метров на каждого. Вот сразу не могу не уточнить. Разговаривала тоже с молодым человеком, которым приходит квитанция за капремонт, он живет в однокомнатной квартире. Тысячи рублей. Он говорит, ну это какая-то нереальная сумма. Да нет, это неправильно. Причем в течение месяца ему вот куда нужно обратиться? Потому что он тоже говорит, он меня спрашивает, сколько я плачу, я говорю, ну никак не тысячу. Это действительно расчет-то простой. 5,84 или 5,7 на квадратные метры площади своей квартиры умножьте и будет. Значит, ему обратиться надо будет дачная 24, шестой этаж. Да. Подойти, принести эту квитанцию, сделает перерасчет и засчитает все те средства, которые он заплатил, если защищает счет будущих платежей. Да. Понятно. Следующий вопрос Виталий Михайлович задает. Когда будет капитальный ремонт на улице Победы, дом 125? Вот такие вопросы часто звучат. Как людям определяться вообще с этим? Есть два способа. Есть два способа. Первый в администрацию района обратиться, они скажут, когда будет этот ремонт. Либо, если есть интернет, зайдите на сайт фонд капитального ремонта Самарской области. Ссылка собственникам или региональная программа Самара. Откроется перечень всех домов Самары с указанием срока. А вот Елена Валентиновна, тосы делают извещение жителям, что в такое-то время начнется капитальный ремонт предварительно? Как-то сообщают? Вы знаете, мы так настолько хорошо знаем каждый дом, каждого председателя. Знаем, когда у кого ремонт. Мы сами знаем, мы их вызываем, работаем с ними заранее. Почему у нас открывают двери все? Потому что мы проводим работу заранее. Вплоть до того, что мы вводим, показываем те дома, где уже прошел капремонт. Мы показываем, что это не страшно, что это очень хороший ремонт, хороший подрядчик. Мы стараемся хорошего подрядчика, чтобы нам зашел хороший подрядчик. Это очень важно, конечно. Люди видят. Поэтому даже те квартиры, которые потенциально говорят, мы только что сделали, мы не хотим открыть, в процессе ремонта, смотрят, как сделали у других и соглашаются. Потому что, ну, действительно, система должна быть единая. Плюс огромная общественная, предварительная работа. Очень большая работа. Предварительная работа. Плюс, как важно. Конечно. Мы часто собираемся, мы обсуждаем и смотрим, как они делают. Наблюдаем за каждым шагом подрядчика. Следующий вопрос задает Лилия Сергеевна. Наш дом, Победа 88. С 1959 года у нас не было капремонта. По годостровым оценкам, на 30% износа оценили. Сейчас у нас гнилые трубы, центральное отопление забито. В ближайшие пять лет капремонт не внесен в списки. Как же такое может быть? Вот все у них, значит, не работает. И в течение пяти лет их не будут ремонтировать. Значит, я могу ответить вот как. Сейчас в этом году идет пересмотр региональной программы. Туда в региональную программу, когда она начала формироваться, попали все дома. В том числе и такие вот с большим степенью износа. Сейчас, если степень износа дома более 70%, этот дом исключается из программы капремонта. И он включается в другую программу. Дом не может быть без программы. Он включается в программу переселения из аварийного жилья. То есть любую другую программу. Но здесь вот с этой программы сейчас выводят ряд домов. Почему? Потому что они не соответствуют критериям. Эти дома убирают. И еще одно новшество, которое сейчас мы добились, в принципе, это вот работа общественного совета при фонде капитального ремонта. То, о чем мы говорили. Вот программа у нас сегодня сформирована так. Адрес дома и год выполнения работ. И какой вид работы. Люди должны понимать, что программа рассчитана на 30 лет. И за эти 30 лет там должны в этом доме все шесть видов ремонта, которые предусмотрены по системе капитального ремонта. Крыша, фундамент, там внутренние коммуникации, лифты и прочее. Все шесть видов. И мы просили фонд капитального ремонта, сделайте хотя бы приблизительно период, когда будет крыша ремонтироваться, когда внутренние коммуникации, когда замена лифтов и тот. То есть сейчас вот этот процесс идет. А если необходимо срочно поменять вид работ? Допустим, вот, ну была еще, крыша нормальная, прохудилась и заливает человека там или целый этаж. Вот это сложно сделать? Можно сделать? Можно. Насчет срочно не могу сказать. Ну, в принципе, если дом стоит на какой-то определенный год, жители хотят сделать капремонт в ближайшее время, они должны, опять же, протокол собрания дать, что они согласны на перенос срока и на перенос, вернее, на замену виды работы. Вот им нужна крыша, например, а у них были инженерные сети или фасад. Делается протокол. Можно. Можно, можно. Потом он проходит актуализацию. Просто не просто. Не просто. Не просто. Он сдается в администрацию района. Администрация района. Сейчас несколько другой порядок. Сейчас они принимают решение на общем собрании. Мы хотим изменить виды работы или перенести срок. Далее. К этому протоколу прикладывается акт заключения государственной жилищной инспекции или специализированной организации. То есть, действительно, крыша в таком плохом состоянии. И, наконец, третий документ. Это справка из фонда капитального ремонта, что собираемость по этому дому взносов не менее 80%. И все это передается в комиссию, которая создана в городе. Специальная комиссия, которая принимает решение. Да, есть смысл. Принимает решение. Тогда она уже вносит в актуализацию этой программы. Если что-то не так, она говорит, извините, уважаемые, вы не набираете 80%. Вы плохо платите, а хотите, чтобы вам раньше сделали. Так не пойдет. Вот. Очень важное слово. Я не прошла до этого. Ну, актуализация по виду работы, она, по-моему, проще. Там 80% не надо. То же самое все. К сожалению, то же самое, с чем я точно не согласен. И будем менять это. Да, да, да. Следующий вопрос Вера задает. Проспект Кирова, 367. У нас кооперативный дом, отдельный счет. Многие жильцы не платят за капремонт. Как с ними бороться? Можно ли в них, ой, на них подать в суд? Конечно. Да нужно. Нужно. Председатель их кооперативной должности заниматься. Председатель ТСЖ. Да. Это в его обязанности, я думаю, так входит. А я скажу больше, я скажу больше. Вот те, у кого спецсчета, они ежеквартально подают отчет в государственную жилищную инспекцию. И если собираемость взноса будет менее 50% в доме, то этот спецсчет закрывается и деньги переводятся в общий котел. Все так, что пусть думают. Если хотят спецсчет, то надо платить вовремя. Да. Вот Сергей интересуется, что будет, если не платить вообще никогда? Ну ничего не будет. Ничего не будет. Ни света, ни газа, ни воды. Ремонта не будет. Ремонта не будет. Ремонта не будет. Да, понимаете, смысл-то в чем? Поймите правильно, это, конечно, шутка, но взносно-капитальный ремонт входит в систему платежей за жилищно-коммунальные услуги. То есть, содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт, коммунальные услуги. Вот это все, что мы оплачиваем. Если мы не оплачиваем взносно-капитальный ремонт, все равно на нас подадут суд, и я скажу, уже более 400 обращений есть фонда капитального ремонта, все выиграны. Все выиграны. Суды принимают эту позицию, что собственники должны платить. Я хочу еще дополнить. Я бы хотела в таком ключе все-таки разговоры вести, что закап ремонт платить надо, и мы разговоры ведем о том, как его сделать, как эффективно все это провести, как собственники какую участие могут принять, как проконтролировать. Вот контроль. Ну, а вопрос, как не платить, ну что, ни о чем это вопрос. Вот контроль, вот я себе даже отметила, мы еще все-таки подойдем, но очень много вопросов все-таки ответим. Александр Эдуардович, среднесадовая 3, дом 54-го года, стены продувает насквозь, промерзают. Планируется ли и возможен ли вообще капремонт стен? Мы с этим вопросом обращались везде, ответа не получили. Вот действительно входят вот стены в капремонт или нет? Ремонт фасада, ремонт и утепление фасада. Специально есть статья такая. Вот. То есть вот сейчас ему надо поднять программу, посмотреть, какой вид предусмотрен для этого дома. Если там написано ремонт крыши, допустим, 18-й или 19-й год, да, то надо, как можно раньше провести собрание и изменить вид работ. Желательно за 2 года, потому что фонд капитального ремонта планирует свою работу на 2 года. И если там было закреплено, допустим, ремонт крыши, да, на этот ремонт крыши будет определена определенная сумма. Предельные индексы есть, предельные стоимости работ. И площадь, допустим, 5 миллионов. А на ремонт фасада необходимо 7 миллионов выделить с утеплением, да, то если они в последний момент изменят вид работ, то фонд им даст только 5 миллионов. То есть где-то часть не будет сделана. И весь объем не будет выполнен. Тут еще важное дополнение. Все эти согласования возможны только со всеми собственниками. Поэтому я еще раз повторяю, как председатель ТОС, очень важно для жителей иметь здоровое, нормальное соседское сообщество. Вот одному человеку хочется стену, а нет выхода на других. Вот они не собрались, не поговорили, не сделали протокол. И им сделали, в общем-то, то, что фонд написал и все. Поэтому очень важно жителям консолидироваться, сплотиться, выбрать хороший актив, все это обсуждать, общаться. Вот это очень важно при проведении капремонта. Важное, конечно, дополнение. Следующий вопрос. В семье три человека. Жена, муж и инвалид второй группы. Ребенок взрослый, он инвалид первой группы и недееспособный. Я, жена, являюсь опекуном ребенка. Положены ли мне льготы пока по ремонту? Вот все расписала Татьяна в свою вот нелегкую ситуацию. Какие-то как будет принят закон, потому что варианты такие. И либо одиноко проживающие, но это касается 70-80-летних. Для инвалидов там несколько другой был посыл в федеральном законе, что у них есть доля. Вот их сколько зарегистрировано, допустим, собственников в квартире три человека или четыре, да? Вот он один из них. Вот одна четвертая ему принадлежит. И вот на эту одну четвертую ему будут льготы. Понятно. Если два инвалида, значит... Значит, два, да. Следующий вопрос Александра из поселка Курумыч. Ремонт сделали в доме у нас, но оказалось, что просто покрасили, отопления нет в подъезде, трубы текут, было у нас ТСЖ, передали нас обществу, в подвале мошки, окно невозможно открыть после ремонта. Кому обратиться после такого ремонта? Вот вопрос с контроля качества, наконец-то. Контроль качества. Тут уже поздно говорить о контроле качества. Тут надо говорить уже о гарантийных обязательствах подрядчика. А был ли это капитальный ремонт вообще-то? Да. Ремонт сделали. Вот сначала... А как то? Представляющая компания могла сделать текущий ремонт всего лишь. Тут надо понимать ситуацию. Кто делал? Ну, если вот трубы... Я могу сказать... Наверное, все-таки это же не знаю. Не факт. О контроле вообще, если сказать о контроле за капремонтом. Вот у нас очень жестко поставлен контроль. У нас сейчас есть на территории еще и общественный совет, вы знаете, созданы были. ТОС. Мы, объединив свои усилия, создали комиссию по контролю за капремонтом. В комиссию входят у нас представители общественного совета, входят представители нашей коллегии, председатели советов домов. Там мы выбрали людей профессионалов, строителей, архитекторов, сметчиков, электриков. То есть людей профессионалов. И дальше мы осуществляем контроль по обращению совета дома. Вот на каждом этапе капремонта мы можем выйти с проверкой, посмотреть проект, посмотреть смету, проверить, какой там диаметр труб. Мы приглашаем к себе в ТОС представителя подрядчика, представителя фонда. Мы работаем с ними очень плотно. Мы следим, как я уже говорю, за каждым шагом подрядчика, за каждым этапом работая. И результат у нас, вот, Виктор Иванович знает, есть. Один подрядчик у нас неэффективно, который работал на доме, отстранен. И взяли того подрядчика, которого, в общем-то, хотели жители. Который сделал несколько соседних домов, сделал без замечаний, без срывов срока. Вот даже так получилось. То есть контроль со стороны жителей – это самый эффективный контроль, понимаете? Это квартиры, в которых мы живем. Но кому, как ни нам, все это видно изнутри. А вот что нужно самим подрядчикам, которые проводят капремонт от жителей? Вот, допустим, даже материалы где-то разместить там или, не знаю, там чай попить или, ну, я не знаю, что, вот, как вот с ними взаимодействовать? Если есть хорошая рабочая атмосфера, хорошее взаимодействие, если нормально идет ремонт, им все предоставят. И в подвалах что там можно разместить, и чай попить. У нас таких проблем вот не возникало, чтобы не дали чай попить. Ну, вот тоже им нужно идти навстречу. Не то, что вот вы пришли, делаете вам тут, да, вот ремонт. Конечно. Нет, здесь должно быть взаимно. Взаимно. Когда в доме начинается ремонт, знаете, люди сближаются. Вот, понимаете, заходят они в квартиру вот по стояку. Да, общаются и снизу, и сверху. Все узнают друг друга. Это целый день плотного общения, пока делается вся вот эта работа. Тоже плюс. Тут плюс. Тут мы настолько начинаем узнавать своих соседей, обсуждать все это. Уж чай попить подрядчик. Будем успокоиться. И вот еще один момент, если можно. Вот общественный совет при фонде капитального ремонта, да, он вот последнее заседание было посвящено как раз проведению торгов. Что это такое? Ведь это, с этого начинается выбор какой-то организации, которая придет на дом. И вот сейчас предложение поступило. Изучив вот эту вот всю систему, мы предложили такой вариант, что представитель общественного совета должен входить в комиссию, в конкурсную. Для чего? Для чего? Не просто посмотреть, что там идет, да. Туда приходят, и сейчас, кстати, председатели советов домов, как правило, уполномоченные лица, вот они, основная масса, где-то 80%, а то и больше, присутствует на этих конкурсах. Они присутствуют, в отличие от муниципалитетов. Некоторые муниципалитеты не приходят, хотя должны быть. Сейчас поправки в закон несут, что они обязаны будут там присутствовать. Так вот, чтобы научить этого председателя совета дома, чтобы подсказать ему что-то в ходе проведения вот этого конкурса. Вот общественный совет, представитель общественного совета как раз и будет этим заниматься. Понятно. Следующие вопросы... Мы тоже ходим со своими на торги, председателем, поэтому поддерживаете. Да, да. Если квартира не приватизирована, а муниципальная, должна ли я платить за капремонт, Антонина Алексеевна? Нет, не должна. За нее платит муниципалитет. Должен платить. Будут ли инвалидам созданы льготы на капремонт? Да, да. Вот я говорили то, что сейчас закон принимается и все это будет. Николай Романович, дом партизанское 242 с 1953 года постройки. Какая у нас очередность по капремонту? Ну еще раз вот назовите методы узнавания очередности. Сайт, фонд капитального ремонта, региональная программа, городской округ Самара. Если нет интернета, администрация района в отдел ЖКХ подойдете и спросите, когда вот наш дом встанет на капитальный ремонт? И когда, какой вид работы? Они вам скажут. Зулиха ходила в дом управления, потому что у нас есть горячая вода только в ванной. Ответа мне разумного не дали и вообще ничего не сделали. Что мне делать и куда обратиться? То есть есть вода в ванной, а на капитане нет? Да, получается, что так. Ну, скорее всего, это разводка забита. Это надо в управляющую компанию или в государственную жилищную инспекцию. Скорее всего, вот судя по этой ситуации, нам надо поменять трубы просто внутри квартиры. Потому что общее имущество до первых запорных кранов идет. А дальше за это отвечает собственник. Что внутри квартиры разводка есть, отвечает собственник. Ну, наверное, все-таки много непонимания еще возникает в связи с тем, что люди не разделяют виды работ текущего ремонта и капитального. И вот отсюда начинаются проблемы. Даже вот сделали текущий ремонт плохо и сказали, вот капитальный ремонт, нам плохо сделали. Если ремонтировали, значит ремонтируют, значит капитальный ремонт. Я хочу, к чему я все это веду, чтобы попросить вас еще раз виды этого ремонта капитального обозначить, что ремонтируется. К капитальному ремонту относятся капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт фундамента, капитальный ремонт внутренних коммуникаций, это тепло, холодная, горячая вода, водоотведение, газ, электричество. Замена лифтов и установка приборов учета, общедомовых. Все понятно. Елена Валентиновна, так как вы очень много прошли уже ремонт, вот коротко несколько советов председателям советов МКД, которые все-таки, наверное, больше всего сталкиваются при проведении и в начальной стадии. Вот что нужно, на что настраиваться, как себя? Не ждать чуда, все изучать, все брать в свои руки, все брать под контроль, создать очень такую хорошую инициативную группу, лучшие специалистов, жители ведь в доме друг друга знают, чтобы там люди были компетентные, грамотные. Вот именно их. И начинать, это работа, это очень серьезная работа, начиная от составления дефектных ведомостей, то есть знать, что вы в доме вообще хотите делать, как вы видите свой дом. Все понятно. И что вы хотите получить. Да, коротко. Изучать все, изучать все. И последний вопрос очень коротко, Раиса Федоровна, больничная 20, в 2013-м был сделан капремонт, после этого нам поставили батареи, другие, не чугунные, теперь у меня в комнате батареи холодные и неравномерно прогреваются. Есть заключение от жилищной инспекции, что никаких мер не принято, три зимы я мерзну, что мне делать, куда обратиться. Я думаю, гарантийный срок, гарантийные обязательства. Но, скорее всего, это работа управляющей компании, просто не отрегулирована система. Ремонт сделали, но ее надо регулировать, а это уже задача управляющей компании. Да, и вот задача... Вы же и обращаться. Ну вот они уже обращались, заключение получили. Вот еще, конечно, вопрос об участии самих управляющих компаний в капремонте. Они принимают участие, почему? Принимают. Да, они принимают участие. Получается, что... Они принимают участие на уровне чего? Первое, что начинается. Они принимают работы. Они подписывают акты выполненных работ. Сейчас вот решается вопрос о том, чтобы они участвовали в утверждении согласования с МЕТ-работой. Потому что они как специалисты должны этим заниматься. Принимают. Все понятно. И, Роза, последний вопрос тоже очень коротко. К Воронежской, 16. Около рынка относятся ли дома к аварийным и скоро ли их снесут? Воронежская, 16. Вот к аварийным... Насчет аварийных есть постановление главы города, где перечень аварийных домов. Надо просто посмотреть. Отец, спасибо огромное за ваше участие в эфире. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин